Привет! Я нахожусь на выставке «Стиль и красота» в гостях у топ-стилиста-визажиста Ольги Токмаковой. Скажите, Ольга, что мы сегодня будем делать? Сегодня мы будем делать макияж с акцентом на красивую кожу. Называется он спа-макияж, потому что, на самом деле, основное, зачем приходят к визажисту и клиенты, и артисты-звезды, это за красивой кожей. Поэтому буду делать красивую кожу в первую очередь. Это основа дневного макияжа, это основа макияжа для того, чтобы скрыть следы усталости, придать вашему лицу и вообще создать у вас ощущение, эмоцию, что вы только что вернулись с какого-то курорта. Свежесть, да, сияние, класс. Скажите, а с какими свежезами вы работали? Я в основном работаю с артистами эстрады и с артистами театра и кино, но из таких наиболее известных широкой публики это Лариса Долина. Анна Ковальчук, Анастасия Макеева, Глеб Матвичук, Юлия Паршута и многие-многие другие. Фишка моя состоит в том, что я уже в течение последних 10 лет работаю в технике аэромакияжа, то есть макияж сегодня я буду выполнять с помощью аэрографа. Скажите, а почему так малоизвестно об этом макияже? Ну, скажем так, это секретное оружие визажистов, работающих с медийными персонами, с теми лицами, которые вы видите в глянце, на телеэкране. Все же всегда задают вопрос, почему та или иная звезда так хорошо выглядит. Ну, вот это и есть секретное оружие. Ольга, расскажите, пожалуйста, какой-нибудь интересный случай, связанный со звездой, в которой вы работали. Ну, вы знаете, я на самом деле могу сказать, что всех звезд, с которыми я работала, отличало одно. Почему? Они все крайне заняты, и если для клиента поход к визажисту и макияж в целом это такая услуга, на которую они приходят, соответственно, подготовившись, расслаблены, то звезды обычно во время выполнения макияжа или грима заняты еще 20 делами одновременно. Поэтому суммируя, я могу сказать, что в целом в результате моего опыта я могу, наверное, написать книгу под названием «Как накрасить лицо, которое смотрит в колени». Потому что во время макияжа обычно читается сценарий, принимается пища, читается какая-то книга. Ну, то есть люди заняты, собственно, не тем, чтобы получать удовольствие, наслаждаться и расслабляться в момент макияжа. Поэтому это, наверное, такой глобальный курьез, который происходит при работе с очень занятыми людьми. И вот на примере Анфисы Чеховой, с которой я имела честь работать, девушка очень занятая, в процессе выполнения макияжа или грима к интервью или к съемкам зачастую разучивает свои стихи, ведет переговоры, прямые эфиры, принимает ультраполезную пищу. Ну и, собственно, все это без отрыва от моей работы. Это вас никак не отвлекает? Ну, на самом деле, обычно действительно такие известные и ультразанятые люди, они, с одной стороны, а, очень требовательны к качеству, к скорости выполнения работы визажистом и гримером, но, с другой стороны, это следствие того, что они сами к себе также требовательны. Поэтому и их это не отвлекает, и меня это не отвлекает. В общем, каждый занят своей работой, и мы понимаем, что у нас сообща очень мало времени. Звезды отчасти привередливы, да? Вы знаете, мое наблюдение такое, что наиболее привередливые начинающие звезды, а люди, достигшие больших высот и большого успеха, обычно доверяются профессионалу и в целом не такие капризные, как может показаться. А всегда ли довольна работой ваши звездные клиенты? Ну, слава богу, судьба ко мне так благосклонна, что не было никого, кто кидался бы кисточками, табуретками и так далее. И то, что они возвращаются ко мне раз от разу, приглашают с собой на гастроли, говорит о том, что, наверное, они довольны. Но в целом в этом и заключается профессионализм – услышать то, что говорит клиент, и что он просит его требованиям. Потому что в паре визажист и звезда, главный, разумеется, не визажист. Поэтому здесь очень важное качество – уметь слышать. Расскажите, пожалуйста, про аэрограф. Что это такая за штука? Ну, вообще метод бесконтактного нанесения пигментов на кожу был придуман еще аж в 50-е годы прошлого столетия. Поэтому это не новинка, но это все-таки прерогатива профессиональной услуги грима и макияжа, потому что в первую очередь аэрограф задействован в киноиндустрии. Закроем глазки. И с моей работой с помощью аэрографа на самом деле связано много курьезов, потому что вот сейчас тот прибор, которым я работаю в настоящий момент – это монопод последнего поколения. Он беспроводной, он не выглядит устрашающе. В общем, такой интересный, можно сказать, нано-гаджет в моих руках. Но аэрографы предыдущего поколения, которые выглядели несколько устрашающе, представляли из себя такие металлические триггерные пистолеты с длинным проводом, с краскопультом. И обычно, когда ты его достаешь в присутствии клиента, два коронных вопроса, вернее, заблуждения. Нет. Первый, у меня всегда спрашивали, ой, вы что, мне сейчас будете набивать татуировку? Хотя чисто внешне он совершенно не похож был на машинку для татуировки, но почему-то вот в представлении людей что-то было общее. И второй, а что, мы сейчас будем сверлить зубы? На самом деле, я думаю, что если мы сейчас спросим нашей модели ощущения, как вам? Приятно, больно, щекотно. Приятно. Такой ветерок прохладненький. Я думаю, что на камере видно, как начинает сиять кожа. Ну что, у меня финальные штрихи. Я уже закончила с кожей. Очень красивая такая, сияющая, отдохнувшая кожа получилась. Слегка подкрасим губки в концепции нашего просто свежего личика. Вау! Обалденно просто! Все так гармонично смотрится, и тени, и тонны, и блеск губ мне очень нравится. А как вам макияж? Пишите в комментариях.